Выставка является одним из мощных звеньев, где можно об этом рассказывать. Время еще есть внедрять эти технологии до 2012 года. Совершенно верно. Более того, одно из тематических направлений как раз и есть Евро-2012. Представьте себе ситуацию. Начинается чемпионат Европы. В преддверии этого грандиозного по значимости события и со спортивной точки зрения, и с политической, и с экономической, с какой точки зрения не посмотреть, грандиозного события, мы ожидаем приезд нескольких миллионов, может быть 10, а может быть и больше миллионов туристов, болельщиков. Каждый из которых сегодня, если они могут себе позволить приехать сюда, это значит, что у них в кармане лежит мобильный телефон. Готовы ли наши системы к приему такого количества экстраабонентов? Они все в роуминге будут работать. То есть, что произойдет? Не захлебнется ли мобильная связь здесь? Мы собираемся посвятить этому, если не семинарский день, то как минимум половину семинарского дня для того, чтобы этот вопрос поднять и всесторонне обсудить. Нам кажется это очень-очень важным. И в зависимости от того, что мы услышим, а мы обязательно пригласим государственные структуры сюда, и регуляторов, членов наших уважаемых депутатов, представителей профильных комитетов, нужно будет принимать какие-то решения на высочайшем государственном уровне. Здесь очень-очень важный момент. И от этого зависит то, каким образом не только Европа, но и весь мир, пусть это и европейский футбольный чемпионат, но смотреть его будет весь мир. Это то, каким образом нашу страну будут оценивать по итогам. Один из тех моментов. Я так понимаю, как говорится, резюмируя из того, что Вы сказали, все-таки участие в выставке задача не столь тривиальна, как на первый взгляд кажется. Совершенно. Наверное, и компании, которые в них участвуют, и даже, может быть, посетителей выставки, нужно обучать. Как? Как правильно, как эффективно вообще участвовать? Я знаю, что Вы там 30 сентября проводите мероприятия обучающие. Я так понимаю, что вообще, в принципе, наверное, наш рынок, если Вы говорите, что даже с российским разница в 10 лет, но это как бы огромный прорыв, и сейчас идет бум. Я думаю, что, наверное, вот такие обучающие мероприятия вообще, в принципе, важны и для компании, и, наверное, для государственной элиты, и для тех, кто принимает решения. Как Вы считаете, что Вы ожидаете от такого класса мероприятий? Мы очень надеемся, что и с нашей помощью разрыв, о котором я сказал, сократится быстрее. То есть, то, что моя оценка 10-летняя, но это не значит, что должно пройти 10 лет, чтобы мы стали сейчас на уровень России нынешнего, а Россия будет идти вперед и постоянно отставать. Тут надо, естественно, семимильными шагами двигаться. Поэтому обучение – один из факторов, лучший опыт международный, лучший опыт наших славян-соседей. Почему бы его не принимать? Почему бы его не оценивать и переоценивать, и адаптировать к нашим условиям? И мы, как организаторы, пришли к пониманию того, что экспоненту нужно помогать всячески советом. Но психологически на нас смотрят как на компанию, предоставляющую услуги, предоставляющую услуги за деньги. Естественно, у нас есть свой интерес. И мы пошли по пути привлечения к процессу обучения нейтральных людей, которые никоим образом не связаны с нами. То есть мы приглашаем тренера, который посвятил свою карьеру, годы жизни, работе с компаниями, рассказывая им о том, как нужно готовить себя к выставкам. Мы скрупулезно отбирали таких людей, есть несколько. И мы выбрали лучшего. Участие в таком семинаре абсолютно бесплатно для всех. Я так понимаю, вот такое сотрудничество с партнерской в разных сферах, в общем-то, и залог успеха, наверное, организации, которая занимается выставочным бизнесом. Время покажет. Мы на это надеемся. Нам кажется, что мы делаем, совершаем правильные поступки, правильные шаги в правильном направлении. Но время покажет. Спасибо, Анатолий. Время передачи подошло к концу. Однако тема эта остается животрепещущей. Мы вне рамок прямого эфира можем отвечать на вопросы. Задавайте их прям по электронной почте. Спасибо еще раз, Анатолий. Спасибо вам. Данная тема вызывает очень немало вопросов и времени прямого эфира. Далеко недостаточно, чтобы на все их ответить в полной мере. И мы готовы продолжить данную дискуссию за пределами телеэфира. Вопросы присылайте в адрес Ассоциации беспроводной связи по электронной почте, которую вы видите. Директор собачка. WirelessUA.com Спасибо. До свидания. Программа «Бизнес-стратегии права»